Когда мне говорят, что вот там, мы Литве отлучим свет. Ну, я не думаю, что это будет критично для Литвы, честно говоря. Те с керосиновым лампом посидят. В принципе, не так. Там денег дадут им еще два раза Евросоюза. Они перебьются, по сути, свои. Но то, что группировка должна быть создана на границах Белоруссии, в Калининграде она уже существует, вполне боеспособная, которая в перспективе может создать безопасный коридор для снабжения Калининграда, она, конечно, должна быть создана, чтобы ни у кого не возникало сомнений. И пускай те, кто машет своей пятой статьей, свернутую в трубку, запихает известно куда. Это наша территория. И нам решать, что нам возить из одного региона России в другой, по сути, своей. Никакие здесь международные права махать бесполезно. Причем это право давно уже забыто и растоптано, по сути, своей. Этого не существует. То, что касается самой Европы и тех адекватных мер, которые могут быть приняты. Да, наверное, прорабатываются меры, как обуздать Литву. Но это же не в Литве дело, правда? Ее-то особо не спрашивают. И мы сказали бежать вправо. Они побежали вправо, сказали лежать, лежать, сидеть, сидеть. Это проблема, наверное, их хозяев. И когда я смотрел болевые точки Европы, ну или по нашему военному, критически важный объект. Я вам могу сказать буквально следующее. К примеру, не менее 60% Нести поставляется и перерабатывается в Голландии, на ее побережье. Причем на таком узком пятаке, по которому вообще тяжело не попасть с чем-то вообще в принципе. И когда мы говорим, что все нужны, возможно, применяем ядерное оружие, возможно, возможно и нет. А как калибр полететь через всю Европу? Зачем учить? Вот так. Да, со свистом. Ну, его уже можно пускать не через Европу, он может... Извините. Подводные лодки тех, которые могут зайти совершенно с другой стороны и его запустить. Я вас уверяю, когда отсюда как раз закроется и еще оттуда рухнет, то как бы там все не пыжились. А если еще посчитать количество танкеров, а ведь основная поставка танкерная, для которых никакие калибры не нужны, там и бактериные торпеды хватит, а особенно если он заехал в порт, еще и там его навернут, он сгорит вместе со всей этой структурой порта, то вполне уверенно, Европа просто не просто замерзнет, а околеет наглухо.